испытываю свой сервопривод на изделии на скутер шью сидушку показываю какой ход сервопривода поехали видите вот он работает он сейчас включены и работает слышите ничего не слышно и при том что он включен и когда не работает он экономит энергию энергию потребляет только в тот момент когда я начинаю нажимать педаль видите я могу педаль и регулировать больше меньше вполне достаточно скорости это на малых оборотах я регулирую педалью ну вот здесь по прямой могу уже побыстрее я сейчас поставил у меня предельная скорость выставил на 500 оборотов и регулирую педалью вот больше 500 оборотов он у меня просто не выдаст в принципе шитьем не занимаюсь иногда приходится что-то для близких сделать с таким двигателем можно свободно работать в квартире слышно точно уж ничего не будет пошивал поделал отделочные строчки все отлично главное двигатель не забывать выключать от он так тихо работает что его и не слышно что он работает сейчас будем прошивать кожу на подольской машине и двигатель стоит сервопривод значит у меня стоит тефлоновая лапка иголка 150 и нитки номер 15 и поехали закрепку делаю вот смотрите что получилось вот закрепочка 1 2 и смотрим снизу такая вот скорость вот самая маленькая это я педаль надавил до конца вниз так вот смотрите строчка идеально здесь толщина 375 и вот попробую в три слоя толщина здесь 625 закрепку делаю еще закрепку делаю так смотрите что у меня получилось вот одна закрепка вот вторая закрепка и и вот на изнаночной стороне тяжко отличная и берет такую толщину и делает закрепку на толщине так ну и вот в четыре слоя 517 толщина машина идет легко строчка и строчка снизу так здесь все отлично получается мы вот посмотрите я прошил на лапке папка фторопластовая здесь конечно следов сверху не оставляет здесь идеально все и снизу зубья тоже видите здесь зубьев нет не видно и так же вот смотрите глянцевая это вот лицо здесь вообще отлично а это вот изнаночная сторона здесь зубчиков тоже не видно хотя давление лапки здесь усилие приличное так ну и теперь попробуем шить роликом значит на тех же материалах на те этих кусочках просто вот здесь вот я вам покажу если мы шили на лапке то нитку мы подкладывали под лапку и лапка у нас удерживала нитку то здесь на ролике нитку конечно нужно придерживать придерживаем первые два стежка закрепка также делает закрепку видите смотрим что у нас получилось смотрите след следа тоже нет нижняя сторона на закрепке затяжка все нормально так здесь у нас отлично теперь попробуем вот такой материал кусочек то что я строчил и когда мы подкладываем материал под лапку и начинаем шить то нити притягиватель должен быть в крайнем верхнем положении если у вас нити притягиватель будет внизу и вы начнете так поставить эту нитка сильно затянута и у вас машина просто будет подклинивать вот это момент который нужно обязательно учесть вот здесь вот отпечаток уже немножко видно полоска от ролика она видно вдавливает но отпечатка здесь как такового не видно делаю закрепку сейчас попробуем на скорости вот было вдавлено и сейчас уже видите все исчезло уже здесь нет даже этой полоски и снизу видите здесь тоже вот зубчиков нет просто все супер значит не нужно перебарщивать с толщиной и все будет нормально на малых оборотах это вполне отлично значит не забывайте смазывать челнок маслом машина шьет просто отлично на двигателе двигатель очень классный и мощный это двигатели предназначен для тяжелых машин с двойным стройным продвижением малые обороты здесь вот конечно немножко след проглядывается но все равно он разойдется видите видите Продолжение следует...